Консультативное заключение по представленным катетам аграмм пациента 1954 года рождения. Дата исследования 18 июля 2020 года. Область исследования органов грудной клетки. При мультиспиральной компьютерной томографии с использованием реконструкций в сагитальной, аксиальной и фронтальных плоскостях по строениям трехмерной реконструкции органов грудной клетки. Легкие расправленные. По всем сегментам легких, преимущественно в заднебазальных, выявлены участки массивной инфильтрации легочной ткани по типу матового стекла диаметром от 15 мм в верхних сегментах легких до зоны инфильтрации размером до 106 на 63 мм базальных. Ход и проходимость трахеи, главных и долевых, сегментарных бронхов не нарушены. Средостение не смещено и не расширено, но в образовании в нем не визуализируется. Внутри грудные лимфатические узлы не увеличены. Обычная форма и структуры. Жидкости в плевральных полостях не выявлено. Костных, травматических и деструктивных изменений не определяется. Сердце аорты без особенностей. Диаметр легочных артерий в пределах возрастной нормы. Подмышечные лимфатические узлы не увеличены. Заключение. КТ-картина двухсторонней полисегментарной, вероятно, вирусной пневмонии. С вовлечением в процесс не менее 30% легких. Средней степени тяжести. Рекомендована консультация терапевта для решения вопроса об госпитализации. Ассистент кафедры КМН КОТОВ МА. Комментарий врача-рентгенолога. У вас двухсторонняя пневмония, средней степени тяжести. В процесс вовлечено не менее 3 объема легких. Вам нужно проконсультироваться у терапевта, и решить вопрос о госпитализации. На мой взгляд, такую пневмонию лучше в больнице лечить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА